практически нереально, хотя Ричард пытается это сделать всякий раз, как выходит на поле. Он уже знает, гольф это не просто игра с клюшкой, а многовековая культура, изучив которую будет проще понять западных партнеров. Нашему человеку может и не совсем привычно встретить биотуалет в лесу, но для литовского поля это норма, он есть через каждые три лунки. Вскоре пластиковые кабинки заменят на срубы в национальном стиле с соломенной крышей. Ричардос ждет, когда сможет выйти на поле и в Беларуси, где у него бизнес, а ждать осталось пару лет. И в принципе проект начался с моего письма, которое написал на президента, и получил положительный ответ. Создатель белорусского поля тоже британец Пол Томас все чаще приезжает в Минск на стройку. Смотрите, сверху будет клубный дом, главное здание комплекса, а дальше мы увидим несколько водоемов и как финальный штрих конструкции вот этот арочный мост в британском стиле. Главная задача для архитекторов белорусского поля, как и везде в мире, сохранить естественный природный ландшафт, вырубить минимум деревьев, а лучше посадить еще больше, оставив атмосферу леса. С почвой повезло, в основном здесь песок, ведь это бывший военный полигон. В такие траншеи мы укладываем трубы, они узкие, поэтому копать приходится вручную. Сочувствую ребятам, но они молодцы. Стоимость строительства гольф-поля – десятки миллионов долларов. Об окупаемости даже не говорят. Сам клуб – элемент престижа, зато рядом проектирует жилой поселок. Это как ботанический сад, в котором живут люди, в коттеджах, из кирпича, дерева. Виды на гольф-поля во всем мире считаются самыми красивыми, и вот это уже прибыльно. Естественно, инвестор должен зарабатывать. Поэтому вся структура бизнеса и создание гольф-комплексов обычно привязана к полям по такой схеме. Поля – это минус, на чем плюс? На жилье. Таким образом, комплексы существуют в единой концепции с полями, коттеджи, как правило, коттеджи. Почему коттеджи? Потому что это природа, ландшафт, улучшение природных условий. Идея посетила вдохновителя проекта, когда он случайно попал в подмосковный гольф-клуб. В России игру освоили 15 лет назад. В России, на Украине популярно. Почему не будет популярно у нас? При этом Рожков подчеркивает, жить близ гольф-поля будут не самые богатые. В отличие от российских замков, у нас он намерен строить небольшие дома от 100 квадратных метров. И риэлторы говорят, что это правильный путь. То есть наш белорусский путь, он более взвешенный, более спокойный, нежели как в России. Огромные дома с башнями, и потом не знаешь, как это все топить и чем. Поэтому небольшая площадь, компактность. И такой вот риэлторский посыл о том, что правильный путь в части возможности предложить жилье как замену трех-четырехкомнатной квартире. Индивидуальные коттеджи, таунхаусы, это когда боковые стены у соседей общие. И малоэтажные дома на несколько квартир. Всего в городке планируется поселить 10 тысяч человек. И многие из них будут играть в гольф. Теперь олимпийский вид спорта. Включение гольфа в Олимпиаду – большая победа. Теперь государство будет в него вкладывать. Раньше это делали только частные компании, а они ориентированы на прибыль и следуют за богатыми игроками. Теперь гольф станет более спортивным. Наверное, придется отказаться и от некоторых неспортивных изысков, которые позволяли себе игроки. Например, еда на поле пока считается нормой. На этой машине мы обычно привозим на поле еду и напитки. Ага, а что гольфисты обычно пьют? Скандинавы любят пропустить кружечку пива во время игры, но мы чаще предлагаем питьевую воду, легкий перекус и соки. Только в странах, где очень популярен гольф, вы встретите магазины с экипировкой на улицах. Но чаще такие точки прячутся в стенах гольф-клубов. Впервые в жизни вижу розовый мячик. Можете показать? Мы специально разработали его для дам, выходящих на наши пары. Самая дорогая часть амуниции гольфиста – клюшки. Эти считаются очень дешевыми. 300 евро за полный комплект, включая клюшки и сумку. Еще нужна специальная обувь. Самые дешевые ботинки в этом магазине мы нашли за 30 евро. На поле бывает грязь, и со временем ботинки сменят свой белый цвет. Почему они в основном белые? Это вопрос моды. Гольфистам нравится выглядеть стильно на поле. К игре не имеет отношения, они просто любят одевать последние новинки. Мячи и набор колышков. Субтитры создавал DimaTorzok